Масленица – один из самых любимых горожанами праздников. По скромным подсчетам, в парк Степаново ежегодно в этот день приходит более 20 тысяч жителей. Поесть вкусных блинов, покататься в сборке, поучаствовать в всевозможных мастер-классах и посмотреть интересную программу. Впервые в этом году свое искусство продемонстрировали циркачи. Настроение хорошее. Поздравляем всех с праздником. Здесь очень весело. Так это традиция семейная. Каждый год ходить на Масленицу. Мы стараемся соблюдать все традиции. Каждый год. А еще первый раз в парке Степаново состоялся мастер-класс по кузнечному делу. Умельцы в присутствии посетителей изготавливали домашнюю утварь. А гости из Костромы показали ивановцам мастер-класс по работе с деревом. При помощи бензопилы Павел Кудряшов может с легкостью сделать фигуру любого животного. Час работы и готова кошка. Все эти деревянные скульптуры останутся в парке на память. Люди уже сейчас подноелись пластмассой китайской, которая была в большом изобилии в последнее время. И сейчас они уже тянутся к более природным материалам. Рекорды бьет в парке Степаново не только посещаемость, но и сама Масленица. Чучело год от года все выше и выше. В этом году красавица в зеленом ситцевом сарафане 10,5 метров. Фишка в том, что чучело у нас танцует, вращается, руками машет и даже подтанцовывает под определенный ритм. Семья Волковых на праздник уже по традиции приходит со своим чучелом. В создании Масленицы принимают участие все от мала до велика. Соломенное чучело у Волковых всегда получается веселым, потому что в этой семье ждут яркой весны и теплого солдышка. Мы уже пятый год делаем Масленицу с друзьями. Обязательно делаем ее красивой, нарядной, задурной. Солому мы набираем на ферме в нашей деревне. Нам всегда в этом помогает дедушка. Ну и дома начинаем мастерить руки, ноги, туловище, обязательно бусы, ну и улыбку на лице. Масленичные гуляния в парке Степаново год от года бьют рекорды и по количеству площадок. На этот раз в различных частях парка их было организовано 50, чтобы никому не испортить праздничное настроение ожидания в очередях.